Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас распаковочка посылочки с сайта Рандеву. Очень интересный аромабокс. Итак, поехали! Распаковываю вместе с вами. Мы уже не раз обозревали с вами аромабоксы и косметику, уходовую, декоративную с сайта Рандеву. Безумно люблю этот сайт. Знаете, за что? За то, что там накопительная система скидок, за то, что они всегда какие-то подарочки кладут. То есть, чем больше вы делаете заказов, тем больше у вас там скидка. Это вообще здорово. Сайт отечественный. Мы уже с вами убедились в его безопасности. Там всегда оригинальная парфюмерия, которую... А как убедиться в оригинальности, в которой помогают все сертификаты, которые они вкладывают, все документы, как бы все в этом плане отлично. Многие из вас знают, там постоянно заказывают любимые парфюмы, потому что там часто бывают распродажи. Сейчас, кстати, распродажа, в которой очень много товара участвует, и очень много таких известных парфюмов. Так. Вот так у нас с вами все упаковано. Такую большую петлю, скажем так. Ну и, конечно, подарочки, как всегда, к аромабоксу. Смотрите, что у нас в этот раз. А уж что-то новенькое я не пробовала. Так. Это, наверное, крем, девчонки. Марин Эктив СЕРМ. Кто пробовал этот бренд, напишите обязательно. Попробуем. Так. И как СЕРМ. По-моему, тоже, да, СЕРМ. Вот такой. Интересно. Попробую обязательно вам потом расскажу. У нас здесь с вами накладная. Да. И это у нас крем для лица с гиалуроновой кислотой. Ультрагиалуроний крем. Так. Подарок. Косметический продукт. Вот тоже. И аромабокс у нас с вами номер 55. Здесь у нас ароматы чистоты. Очень удобный формат. Номер 55, да. Они все пронумерованы. Очень удобный формат. На подарок. На то, чтобы потестить. На то, чтобы куда-то с собой взять. Да. Небольшие флаконы не таскать. Потому что здесь у нас, по-моему, по полтора миллилитра, да. Восемь штучек. И одного такого пробника хватает на 35 распылин. То есть это нормально. Я такими аромабоксами пользуюсь достаточно долго. И что мне нравится. Вот, допустим, как Дольче Габбан императрица у меня в прошлом боксе был. Да, я распылила на кожу, поносила день, второй, третий. Я обычно каждый пробник ношу по несколько дней. И выявляю для себя из аромабоксов любимчиков. То, что я хочу действительно взять в полноразмерке. Я поняла, что мне аромат очень нравится. Потому что на мне вот он так раскрывается, да. Потому что аромат может нравиться из флакона. Но вот на коже он звучит не так. Или на вашей коже вы его не ощущаете. Или на вашей коже, наоборот, он вас душит. Поэтому, мне кажется, формат очень удобный. Аромабоксы на сайте РНДВУ есть вообще на любой вкус и цвет. На любой вкус и цвет подборки очень интересный. Мне в этот раз захотелось именно аромат и чистоты потестировать. Вот как у нас выглядит внутри с вами коробочка. Вот так они упакованы. Здорово, интересно, слушайте. Раньше в боксе было описание ароматов и название вот здесь. И фото полноразмерки. Сейчас нет. Сейчас вот так сделано. Ну что ж, все равно они все практически у нас с вами на слуху. Так, давайте тестировать. Конечно, как всегда, сайт РНДВУ предоставил очень любезно нам с вами скидку 10%. Обязательно все пропишу. Промо-код. Промо-код работает при покупке от 2,5 тысяч до 31 мая. Так, первый аромат у нас с вами. Это ар-коллекшн, маск, кашнир. Что-то вроде того. Давайте пробовать. Уже какой-то интересный. Буду начинать сверху, потому что иначе опять мы с вами все руки запшикаем. Ой, он какой-то как будто шипровый. Ну, естественно, вот эта вот нотка чистоты, она здесь присутствует. Но мне кажется, вот я его больше на своего мужа хочу ощущать, нежели на себе. Хотя он дальше раскрывается какой-то сладинкой, но я чувствую вот эту шипровость, мужскую шипровость какой-то, девчонки. Кто какой-нибудь аромат из этих знает, пробовал, обязательно напишите. А так он достаточно интересный, очень оригинальный. Он раскрывается, раскрывается, такой многогранный. Вот эта шипровость исчезает и остается действительно нотка чистоты какой-то. Ну, не мыльная такая, не порошковая, не дешевая, а очень интересная. Ой, сейчас вообще другое. Мне кажется, он каждые 5 секунд раскрывается по-новому. Интересный, но вот сказать, что это мое, нет. Ну, на вкус и цвет как бы да. Так, дальше у нас с вами Байореда. О, это, по-моему, бланш. Я не знаю, бланш или не бланш, но Байореда очень любит моя сестра. Так, давайте тестировать. Нет, по-моему, у нее не бланш. Другой какой-то. Он интересный. Мне кажется, я здесь чувствую нотки ландыша. Да-да-да, ландыш. Такой чистый цветочный аромат. Легенький, весенний. Очень интересный. Косметическая какая-то отдушка, знаете, такая помадная есть. И вот этот вот ландыш, кто любит ландыш, прям рекомендую. Дальше ландыш начинает исчезать. И что-то, что-то вот такое, да, помадное присутствует. Но он интересный, очень интересный. Он прям весенний-весенний такой классный. Цветущая такая весна, вообще здорово. Так, следующий аромат у нас с вами Крит. Если я правильно говорю, Силлэр Монтайн Уотер. Холодная, горная вода, да? Так, поехали. Ой, а тут есть какая-то горчинка вначале. Какие-то специи. Похож на молекулу чем-то. На первую. Вот эта вот смоленистость какая-то небольшая такая горчинка присутствует. Кто такие ароматы любит? Дальше она исчезает. И чувствую фруктики. Фруктики, цветочки. Интересный аромат. Тоже есть нотки чистоты, но здесь присутствует, в отличие от двух предыдущих, какая-то небольшая слащавость. Непритерная, но достаточно яркая. Интересный аромат. И он прям такой перебивает все остальные. Гиперстойкий будет по-любому. И еще на что-то похож. На зеленое яблоко. Ну, прям вот похож на что-то. На молекулу первую какие-то нотки тоже вот чуть-чуть напоминают. Так, давайте... О, девчонки, а следующая она с вами, вы не поверите. Исцентрик молекулы первая. А у меня есть большой флакон этой парфюмерной водички. Так что давайте тестировать. Ага. Они похожи с предыдущим ароматом, действительно. Но если в первой молекуле прям много смолы, я вот ее люблю, конечно, но не так давно поняла, что носить ее самостоятельно на себе не могу. И мешаю ее с какими-то другими ароматами. И тогда получается очень интересно. Потому что здесь прям смола-смола-смоленистость, которая сначала бьет в нос, потом аромат вообще с вашей кожи пропадает, потом он опять начинает раскрываться. Ну, молекула, она тема известна, да, когда мы с вами потеем, когда на коже начинает, кожа теплеет, аромат раскрывается, и его вы чувствуете, и чувствуют окружающие. Если кожа холодная, он может долго не раскрываться, он пропадает и почти не чувствуется. Если предыдущий аромат он бьет в нос и остается на коже, но там более он сладкий, то здесь он практически пропал. Интересно, я даже не думала, что молекула будет здесь. Я, кстати, ссылку на каждый аромат тоже оставлю обязательно под видео и на ромбокс, естественно, на сайт. Так, дальше у нас с вами Франсис Карджан. Я могу коверкать, девчонки, я далеко не все люксовые ароматы знаю, поэтому и тестирую в таком формате. Аква Универсалс. Так, поехали. Универсальный водный аромат. Какой интересный. Я бы не сказала, что это прям чистота-чистота. Он интересный. Он похож на молекулу, как будто он какой-то химический. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Есть ароматы такие вот прям химические-химические, а есть другие. Какие-то карамельки чувствую. Свежесть есть, зелень есть. Но присутствует вот какая-то карамельность в этом аромате. Он очень интересный, тоже вот такой вот многогранный и мощный. Однозначно тоже будет стойким. Карамельный аромат с нотками свежести и тоже здесь чувствую ландыш. Ой, какой интересный. Я не читала описание этих ароматов. Вы сами можете прекрасно почитать ноты на сайте. Да, я вам первые впечатления свои передаю. Дальше у нас с вами Juliette Has a Gun. Ноты парфюм. Нет парфюма? Как интересно. Мне кажется, я из этих ароматов пробовала только два. Все, что представлены здесь в аромабоксе, знакомы только с двумя. Ага, это тоже что-то типа молекулы. Какой-то химический аромат сначала ощущается. Тоже вот это какая-то смоленистость, легкая древесность. Спил дерево, знаете, вот с чем сравнивают молекулы. У меня тоже на ассоциации спил дерево. Вот если кто-то когда-то был там, где пилят деревья, да, дерево распиливают, и оно издаёт, издачает такой аромат интересный, определенный. Вот это спил тоже дерево. И очень похоже на молекулы. Тоже быстро исчезает. То есть это аромат без аромата, скорее всего, он тоже будет раскрываться, когда кожа наша теплеет. Ну не могу сказать, что это моё. Мне даже молекулы нравятся больше, хотя они очень-очень похожи. Монталь. Монталь, да, White Mask. Монталь классный аромат, знаю, 100%. Тестирую. А, какой классный. Он у меня был, по-моему, монталь, девчонки. Подарок мне присылали, тоже с Айтерн-даву заказывала что-то. И в подарок мне клали пробник монталь. Он классный, он сладкий, с нотками чистоты. Знаете, тоже сладость здесь такая косметически-помадная. Он интересный. У меня другой монталь был, по-моему, не White Mask. Мускусный, да. Ладан чувствую здесь, да. Мне прям воспоминание сразу такое, когда мы крестюшку крестили, как пахло в церкви. Вот это вот здесь присутствует однозначно. И прям все перебивает. Он интересный. Он раскрывается и тоже на коже играет. Надо все носить. Почему люблю этих ароматов? Носишь, смотришь, как аромат расстраивается на коже, на одежде. Сколько он держится, насколько он тебе приятен в течение дня и так далее. Так, и последний у нас с вами. Зарку Perfume. The Mousse. 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 Интересно. Тоже какой-то химический аромат. Но более приятный, чем молекулы и вот схожие с ним, которые были. Более приятный, не бьет в нос. И тоже какая-то древесность, смоленистость и сладость. Причем сладость отголосками фруктовая. Классный. Интересный. Вот его для себя, наверное, я могу выделить. И знаете, что еще мне понравилось? Сейчас скажу, девчонки. Bayreda и вот этот последний. Zaka Perfume. Я вам сейчас покажу все пробнички поближе, чтобы вы название посмотрели. Последний интересный, да. И обязательно расскажите, кто пробовал из этих парфюмов что-то. И какие у вас впечатления, да. Интересный, на самом деле. Бокс буду, как всегда, носить по несколько дней каждый аромат. Потом обязательно буду с вами делиться любимчиками, что понравилось, потому что это всего лишь первые впечатления. Надо, конечно, все разносить. Вот так выглядит аромабокс номер 55. И здесь у нас информация, штрих-код. Магнитная, кстати, упаковочка такая. Очень классная. Так, открываем коробочку. И вот я показываю вам все ароматы, которые в боксе представлены. Все они лежат по порядку, как мы с вами их и тестировали. Такой вот удобный формат. И вот пробнички, которые положили в подарок. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Все ссылочки, промо-код под видео в инфобоксе. Проходите, смотрите. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok